так ну что же отлично так хорошо валерий спасибо немножко иногда бывают задержки с интернетом у нас поэтому просим прощения за опоздание но сейчас мы с вами начнем сейчас я включу демонстрацию экрана спасибо всем кто сегодня выделил время для того чтобы прийти послушать о интересных возможностях а возможности интересные и мы с вами сейчас будем начинать так я включаю демонстрацию чтобы она была секунду так ну что ж у нас все работает так самое первое у нас конечно же небольшой дисклеймер о том что может быть кто-то первый раз присоединился незнаком с миром инвестиций с миром финансов с миром заработка поэтому важное предупреждение о том все что вы слышите эта информация информация от людей которые кто-то прошли что-то знать кто-то умеет но как здесь говорится не является какими-то официальными финансовыми консультантами поэтому все решения которые вы принимаете они будут целиком на вашей ответственности чего мы начнем друзья мы начнем с того что вопрос что сегодня испытывает общество много чего испытывает но один из вопросов который пересекается с нашей темы это финансовые проблемы как люди пытаются их решать этой проблеме ну кто как кто ищет хорошую работу сначала образование кто-то еще как-то большинство людей скажу сразу вот такой вывод большинство людей попадаются на рекламное предложение там быстрее деньги кредиты вот есть какая-то проблема человека хочет что-то купить или хочет там поехать что-то сделать иногда со здоровьем проблемы мало ли какие могут быть проблемы люди пытаются решить финансовые вопросы быстро быстро кто они видят они видят рекламу различных организаций которые дают деньги в кредит да возьми деньги кредит сейчас быстро решай и потом человек начинает жить да он привыкает жить по этим кредитам чем заканчиваются кредиты мы все хорошо знаем кто стоит за кредитами огромные финансовые учреждения под названием банки это частные структуры или даже может быть государственные суть одна и та же банки находят людей с деньгами обещая им депозиты предлагая вложить эти деньги в банк потом находят людей которые нуждаются в деньгах и дают им уже под проценты которые в несколько раз выше депозиты таким образом банки просто на голом месте зарабатывают хорошие деньги ну это как бы идея это как бы она не на вас что делают люди много чего делает но смотрите я вам такой вот скриншотик дал из интернета люди заходят в интернет открывает тот же google набирают заработок в интернете смотрите сколько здесь есть google выдает ресурсов которые связаны с таким запросом заработок в интернете ресурса очень много первые четыре из них как вы можете видеть первые четыре это вообще рекламные ресурсы то есть кто-то платит деньги для того чтобы предоставить информацию пользователю человек ищет заработок в интернете когда-то когда я только начинал работать в интернете у меня был свой сайт и вот мой сайт по этому запросу был на первом месте в гугле долгие годы долгие годы потом эта тема настолько там раздулась что на сегодняшний день неподготовленный пользователь когда он сталкивается с такой выдачей google поверьте он просто теряется и вообще все эти сайты они несут в себе главную цель собрать ваши контактные данные то есть вы заходите на этот сайт и там вам предлагается под разными заманухами заполнить форму то есть оставить свои контакты телефон имя мл чтобы потом вам рекламный менеджер названивал и опять таки куда-то что-то сделать не мало что из этого хорошего выходит я вам скажу как человек который 20 лет занимается заработком интернете потому что для того чтобы зарабатывать нужна какая-то специальность нужны знания специальные много чего нужно вот так просто неподготовленный человек зайдя в интернет и чтобы он стал хорошо зарабатывать ну это ребята нереально сегодня поэтому двигаемся дальше человек и это попробовал попробовал в банке в лес кредит попробовал в интернет нарвался либо на неработающую методику заработка либо на то что эта методика будет чрезвычайно неэффективно то есть он заработает 20 долларов в месяц либо на ситуацию когда он вообще попадет на лохотрон а это вообще 80 90 процентов случаев и что у человека возникает у него этом скринчике но возникает такой вопрос можно ли решить эту проблему может ли человек без специального интернет образования то бишь там веб-дизайнер программист верстальщик и так дальше может ли такой человек прийти в интернет и каким-то способом заработать здесь ну не 20 30 200 300 долларов в месяц 400 500 если такое решение но исходя из того что мы все вот здесь на этой презентации да такое решение есть это клуб взаимопомощи добрые люди интересное название да мы долго думали вот над этим названием но вот она отражает суть суть данного предложения что это такое то за клуб такой это добровольное объединение людей из разных стран мира которые что делают они оказывают друг другу финансовую помощь то есть смотрите как какая построение вопроса помощь оказывают друг другу но самое интересное как это выглядит и как это организовано друзья давайте немножко сейчас об этом поговорим но пока что если вы на этой презентации впервые у нас такие людей много презентации сейчас проводим регулярно почти каждый день приходят новые люди первая реакция когда вы слышите словосочетание там касса взаимопомощи или там система взаимопомощи возможно вы с этим сталкивались да какая реакция такая вот людей кто-то категорически сразу о нет это не для меня кто-то напрягся кто-то заволновался кто-то скептически кто-то сарказма то есть кто как-то по первой реакции отрицательный я вам скажу друзья что когда я тоже это услышал а за 20 лет я в интернете вы слышал уже все но когда мне мои хорошие знакомые тоже об этом сказали первый раз знаете у меня где-то вот похоже была реакция но внутренние да не не на лице я человек достаточно такой равновешенный но внутренний где-то было так но о чем вы говорите ну какая касса ну какой взаимопомощи то есть это как-то так она звучит сразу заведомо обманчивая человек чувствует себя о это меня хотят здесь обмануть как-то тут вот надуть поэтому и друзья если вы первый раз об этом слышите у вас такая реакция значит вы нормальный человек абсолютно нормальный человек у вас абсолютно нормальная реакция например что лично меня убедила поменять свою реакцию ребята логикой факты вот логика и факты это железобетонная штука которая для адекватных людей сносит все и ставится на свои места вот так это выглядит давайте мы прежде чем продолжим небольшое такое предупреждение как работает система система работает на добровольных начала смотрите на добровольных это означает что существует теоретическая вероятность того что вот один участник кому-то помощь оказал потом он захотел чтобы ему оказали ему не оказали на практике у нас ну такого не было но были люди которые на каком-то этапе там не захотели дальше работать это их право в силу разных обстоятельств таких людей единицы это даже не проценты это доли процента вот но праведливости ради могу сказать но все 99 процентов то есть они нормально дальше работают они оказывают помощь они получают помощь но само предупреждение мы его всегда оглашаем потому что никто не может ничего гарантировать метеорит не упадет война третье мирование начнется ядерное что то и не знаем что может быть форс-мажоры их никто не отменял поэтому предупреждение всегда есть мы двигаемся дальше друзья двигаемся дальше здесь мы обозначим что можно что может человек на счет может рассчитывать принцип простой смотрите сегодня здесь помог ты кому-то завтра помогут тебе но не на альтруивных каких-то начала а вполне себе на осязаемых процентах прироста процента какой процент здесь от 5 до 40 процентов в месяц ну а учитывая различные этом фишечки бонусы то этот процент может быть и 50 у вас в месяц то есть вы можете заработать вот таким таком диапазоне то есть вот 5 но 5 это у нас на его на практике он у нас практически там как бы не используется он используется но он малое количество времени работает пока там пять процентов основное количество времени и основное начисление это 40 процентов в месяц есть сами другие как бы бонусы этот процент растет но мы берем базовый базовая версия 40 процентов в месяц то есть вывод какой здесь вы реально можете умножить свои деньги друзья вот даже не будем брать большую сумму большую сумму возьмем маленькую 100 долларов просто значит через месяц у вас уже будет 140 то есть это много или мало ну кто-то скажет ну 40 долларов в месяц ну что то но ни о чем ну хорошо вы можете вложить больше сейчас мы поговорим о лимитах давайте перелесну сладик но прежде мы давайте я хочу подчеркнуть почему именно вот у нас в нашем проекте добрые люди в нашем клубе то здесь такого примечательного есть потому что многие могут возразить я там много могу найти в интернете мест я могу вложить 100 долларов забрать 150 даже 200 могу забрать заработать заработать за месяц то есть и сто процентов в месяц то есть если такие крутые заработки ребят дело в том что организаторы клуба добрые люди это не просто какие-то школьники это люди которые имеют огромный опыт у меня больше 20 лет работы в интернете кто-то имеет подобный кто-то там немножко меньше но это люди которые в интернете прошли крым и рим и бедные трубы они прекрасно осведомлены о том что собой представляют другие проекты например есть высокодоходные проекты имея их называем хайпы они вам могут пообещать все что угодно 10 процентов в месяц 20 30 30 процентов за три дня могут пообещать сто процентов в месяц могут пообещать до любые цифры чем выше цифра тем быстрее этот проект умрет и сосками они все умирают и все скамятся ребят вот такая статистика все ну все абсолютно все поэтому проект может пообещать сумму и повыше а вот реально работать и выплачивать стабильно долгий период это совершенно другие расходы и расклады ребят совершенно другие наш проект существует уже пятый год до пятый год и перспективы у него весьма весьма хорошие это я вам заявляю очень авторитетом и так почему именно добрые люди что здесь в нем есть такие такого хорошего но еще раз в отношении гарантий можно сказать то есть один из ключевых моментов что здесь хорошего нашем проекте это то что смотрите на слайде написано все средства хранятся на личных крипто кошельках участников еще раз вы вникли в суть все средства ты все деньги которые ходят в системе в нашем клубе где они находятся на личных крипто кошельках участников что делают люди с ними безвозмездно переводят их друг другу напрямую об этом немножко подробнее сейчас расскажу вот связи с этим то есть каждый человек один человек добровольно переводит средства другому человеку поэтому здесь нет никаких гарантий обещаний обязательств и так дальше это клуб добрые люди все на добровольных началах на добрых началах конечно есть определенные условия у нас есть правила системы и так дальше то есть все это есть но продолжим нашу тему продолжим все средства хранятся на кошельках участников то есть отсутствует единый счет приема и распределения средств участников вдумайтесь то есть вот это это система называется децентрализованная система когда нет единого счета вот как банк какой-то вот мы с вами из банка начинали обычного банка что он делает дает рекламу несите деньги к нам вы будем вложите их на депозит и будете получать 13 15 процентов годовых люди несут у них есть бережение они думают чё же не будут просто так деньги лежат я за год вон заработаю-то тысячу долларов вложил за год 150 долларов заработал вот счастливый человек люди несут банк эти деньги что дальше делает этими деньгами распоряжается кто банк и вдруг приходит момент банк говорит ребята мы это обанкротились извините ваших денег нет вы можете на нас в суд подать можете хоть куда хочешь подать но денег нет и все и люди ушли без своих денег вот так вот это делается почему а может быть эти деньги есть их просто кто-то угнал перегнал в обшоры ограбил банк неважно у нас такой ситуации быть не может априори почему еще раз все средства они хранятся на кошельках участников на каждом кошельке участники хранят свои личные средства и потом по определенному триггеру то есть они их пересылает друг другу об этом еще немножко поговорим то есть это называется децентрализованная система управления средствами и распределение то есть это просто такие ребят колоссальное космическое преимущество вот нашей системе перед всеми другими тот же хайп там тоже деньги хранятся где на кошельках администрации проекта доступа к ним участники не имеют и в случае как бы жем так скама системы то есть сайт закрыли администрация ушла не в детском направлении все все деньги пропали то есть в нашем проекте в нашем клубе такая ситуация исключена двигаемся дальше поскольку есть средства из движения средства нужно делать виси учет и контроль потому что это правильно кто этим занимается то есть этим занимается операторы операторы где и как что они делают они координируют направление средств участников координируют сейчас еще немножко об этом подробно кто такой оператор оператор это ответственный реальный человек такой же участник системы как и другие но на него кроме того что он обычный участник системы на него еще возложены дополнительные функции ну всего конечно согласия не просто так возложены да он добровольно захотел стать оператором его задача распределять поток средств между участниками согласно их запросам то есть сейчас мы перейдем к иллюстрации я этот момент объясню подобное но важный момент ключевой момент ребята у оператора нет доступа к их средствам еще раз у оператора нет доступа к деньгам участников все деньги находятся на кошельках самих участников оператора доступа к этим кошелькам нет он может только давать заявки что делать кто кому когда переводит как это выглядит вот как на иллюстрации смотрите есть оператор к нему стекается информация то есть участник один хочет получить деньги хочет получить помощь а участник 2 хочет оказать помощь но участник 1 и участник 2 не знают о намерении друг друга но об этом намерении знает оператор почему он получил заявки вот участника 2 и участника 1 он видит поэтому он берет заявку участника 2 дает участнику 1 один участник переводит деньги другому участнику все потребности закрыты оператору дали отчет о выполненных действиях один дал отчет о том что деньги перевел другой дал отчет о том что деньги получил все операция закрыта оператор внес соответствующие записи в личные таблицы участников есть специальные таблицы для каждого участника где находится вся финансовая составляющая и все вопрос закрыт сам оператор к деньгам он никакого отношения не имел деньги переводили напрямую участник 1 участнику 2 ну или наоборот не важно кто кому оператор к деньгам никакого отношения не имел он передавал только информацию кто переводит кому и на какой счет все и принял отчеты вот такая схема это еще раз децентрализованная система теперь поговорим о лимитах поговорим о лимитах ну смотрите лимиты у нас обозначены для новичков от 100 до 1000 долларов в качестве скажем так такого жеста мы можем там у кого сложная ситуация можем рассмотреть от 50 вот скажем это принимается но поощрительно это от 100 до 1000 есть ли возможность больше тысячи да возможно есть немножко на других условиях сейчас не буду на этом останавливаться у нас есть правила можно посчитать вот но это основное вот это основные с которыми мы работаем это мы с этого начинаем еще раз да если у кого-то такой минимальный порог 50 мы примем то есть это не настолько критично если кто-то хочет больше это тоже возможно там немножко изменяются условия изменяется процентов вы можете обратиться непосредственно к человеку которым вы контактируете по нашей системе либо к оператору одному из и получить более подробную консультацию то есть это касательно лимитов для новичков для тех людей которые как бы заходят повторно ну в принципе у них условия такие же вот и дополнительные условия там по увеличению лимитов тоже будут такие же то есть абсолютно одинаковые условия идем дальше из этих условий получается что когда вы оказали помощь на какую-то сумму то у вас начинает начисляться ваше вознаграждение из расчета 40 процентов в месяц то есть оказали вы помощь на 1000 долларов каждый день ваш баланс будет увеличиваться или там к определенной периодичностью с таким расчетом что через месяц у вас уже будет баланс на 40 процентов больше изначального то есть оказали помощь на 1000 через месяц у вас уже на балансе 1400 что вы должны сделать еще раз не хотите не хотите а вы должны сделать вы должны дать заявочку на получение помощи и забрать свои деньги через 30 дней это обязательный запрос это условия работы для чего не буду тоже сейчас останавливаться это все сделано для обеспечения финансовой стабильности системы и условия и сроки и лимиты еще раз ребята это важный момент вы оказали помощь первого числа на 1000 долларов я просто привожу пример значит 30 числа вы смотрите у вас на балансе уже 1400 все вы подаете оператору заявку хочу получить помощь на 1400 вам эту помощь оказывают вам деньги пришли на 1400 что вы делаете дальше вы записываете даете отзыв видео отзывы или текстовый но обязательно со скриншотом с подтверждением что деньги пришли и можете опять подавать заявку допустим на ту же тысячу и как бы на следующий круг то есть вот по условиям работы но деньги вы забираете не просто условно а физически забираете они приходят к вам на кошелек я почему так подробно ребята это важный момент потому что ну некоторые видят ух здесь есть рост и так дальше то есть не хочется терять ни одного дня не хочется забирать а сказать я хочу дальше работать ну пусть деньги будут нет так не пойдет вы деньги забираете обязательно я вам скажу больше здесь нет так называемой заморозки средств возможно вы уже сталкивались с такой штукой как депозиты вот и там например в тех же хайпах вы отдаете деньги на депозит допустим там на какой-то период и на этот период ваш депозитный вклад он замораживается вы не можете его забрать не можете расторгнуть досрочно ничего не можете сделать это все заморожено так вот у нас таких условий нет если вы дали оказали кому-то помощь допустим на тысячу долларов на месяц то есть вы их должны забрать через месяц но через неделю у вас не дай бог что-то произошло и вам срочно понадобились деньги можете ли вы их забрать без вопросов друзья все что у вас будет на балансе а за неделю вам тоже там какая-то прибыль уже накапало пускай допустим там какое-то там 100 долларов все вот все что у вас на балансе и ваша тысяча и то что вам насчитала в качестве уже компенсации там допустим 100 долларов за неделю я условно говорю вы можете это все подать заявку на вывод и все это вам придет буквально в ближайшее время у нас заявка на вывод обрабатывается 72 часа как бы де юро да де факто мы стараемся это делать все быстрее просто бывает разное бывает такое что вот на оператора наплыв заявок очень много в день и он чисто физически не см не может все вот эти сообщения обработать позаписывать в сутках всего 24 часа вот на бывает как бы наплыв такой маленький или средний то это все обрабатывается очень быстро так сказал да за вот этот момент двигаемся дальше теперь немножко по по маркетингу по маркетингу для тех кто понимает что это за слово кто не понимает назову другое слово партнерство ну кому это не знакомо скажу что будет если вы сюда приведете какого-то человека то есть порекомендуете наш клуб другому человеку то наша система или наш клуб вас за это вас наградит каким образом вы получите 10 процентов вот суммы оказанной помощи человека которого вы привели допустим вы участник системы вы приводите своего друга Петю вот и говорите вот хорошая система хороший клуб здесь зарабатываем заходи Петя заходит регистрируется и оказывает помощь на тысячу долларов кому-то все поскольку вы его привели и он ваш реферал мы вам начислим за это 10 процентов от его суммы то есть 100 долларов а теперь считайте вы привели Петю на тысячу он оказал помощь вам начислили 100 долларов а если вы приведете еще Валю, Галю, Аню и Соню еще 4 человека у вас будет уже 5 и все по тысяче вам начислено 500 долларов в месяц только реферального вознаграждения не считая основной суммы как долго работает эта система будет пожизненно пока ваш реферал в нашем клубе пока он оказывает помощь за каждое его оказание помощи вам будет начислены реферальные и согласитесь это совсем не дурно а если у вас со временем таких людей будет 10 а 10 поверьте это вообще немного у нас есть люди которые по 15 по 20 человек уже перевели в систему это совсем немного но даже если 10 и рано или поздно ваши партнеры раскрутятся увидят как здесь классно и все выйдут на на максимум на тысячу и вот они раз в месяц оказывают помощь а вам раз в месяц идет начисление десять процентов тысячи то есть сто долларов с каждого десять человек и у вас тысячу долларов вам вознаграждение за то что вы потрудились и привели сюда людей вы вдумайтесь в эти цифры в перспективу ребят а это не я не с потолка все это дело беру у нас есть партнеры которые зарабатывают партнерских начислений больше чем вот эти сорок процентов вот оказанной помощи потому что они постарались и привели сюда прилично рефералов вот так вот то есть перспективы я вам обрисовал они весьма отличные правда двигаемся дальше почему мы почему мы я имею в виду вот и почему наша система наша группа может быть похожие проекты вы где-то найдете в сети интернет они были такие проекты но преимущество наше в том что мы работаем только в USDT stable coin USDT аналог доллара вот то есть криптовалюте это означает что вообще не важно в какой стране вы живете какого банка ваша карточка и прочее прочее вам нужен только кошелек USDT чтобы вы его пополнили и начали работать если в этом есть проблемы мы вам здесь поможем далее наша система уже имеет четко выстроенную систему взаимодействия между партнерами вот и система построения обучения об этом немножко дальше расскажу поэтому мы оказываем помощь и получаем ее напрямую друг другу вы знаете как это рассматривается может быть у многих возникнет вопрос или хотя бы у некоторых как это рассматривается с точки зрения законности там легальности и так дальше я вам скажу очень даже законно и легально в любой стране с адекватными законами абсолютно разрешено перевести деньги одному человеку переводить деньги другому человеку неважно через банк или из кармана в карман положат это разрешено это ненаказуемо я вам скажу больше это не облагается налогом когда я взял дал 100 долларов своему другу говорю держи дорогой никто не платит налоги потому что это подарок это помощь и вот вот так вот все это работает у нас все это помощь она даже не облагается налогом она не запрещена в стране в государстве это чрезвычайный плюс ребята поэтому вообще нет смысла никому что-то здесь там банить кого-то там преследовать все абсолютно легально и законно а так если добавить что у нас нет еще там сайта личного кабинета у нас там есть телеграм-канал телеграм-чат но он больше информативный он не для того чтобы там деньги хранить или еще что-то он просто информативный мы оповещаем друг друга как за нашей деятельностью все поэтому нету чего-то такого что можно было бы там уничтожить и вся система бы рухнула это нереально ну и дальше что смотрите мы последняя строка мы работаем над усовершенствованием и автоматизацией системы конечно много ручной работы здесь на сегодняшний день но уже в ближайшее время будет запущены инструменты которые позволят автоматизировать многие процессы просто рутинную работу перекладываем на роботов мы живем в 21 веке надеюсь объяснил в дополнение еще в дополнение в отношении выплат все получают регулярно да те кто заинтересован в работе системы то есть те кто те кто кому эта система нравится все без проблем получают вот и что ожидается вообще от человека не следует думать что это вот какая-то не знаю волшебная курица несет золотые яйца просто так раздает всем деньги нет конечно не раздает то есть деньги здесь откуда берутся за счет того что приходят новые участники и за счет того что текущие участники они переподключают свои деньги да каждый месяц получили помощь и сразу тут же они готовы кому-то оказать но и новые участники приходят откуда они приходят каждый участник старается делиться рассказывать об этой системе своим родственникам знакомым да мы не ставим каких-то там жестких правил пока да ничего такого не ставим что вы должны но мы ожидаем у нас же клуб добрые люди поэтому когда вам клуб участники клуба делают добро в виде того что вы получаете хорошую прибыль ну то ожидается что вы тоже будете таким же добрым человеком и будете рассказывать о нашем клубе другим людям да все не на жестких условиях каких-то категоричностях а все на принципах понимания такого основана я думаю суть вы поняли да ну двигаемся дальше итак система система наш клуб работает на основе системы не хаотично не спонтанно не под настроение а именно как система кто сюда входит первое смотрите это регулярная презентация вот та на которой вы присутствуете сейчас сегодня мы проводим такие презентации во первых в живую онлайн во вторых спикер обязательно включает камеру чтобы его все видели что это живой реальный человек а не какой-то робот где-то такие презентации мы проводили два раза в неделю сейчас мы их проводим пять раз в неделю у нас появилось больше спикеров для чего для удобства людей для удобства чтобы потому что нет ничего эффективнее живой реальной презентации второй пункт мы проводим регулярные школы для участников что такое школа школа это такой обучающий курс он тоже проходит в режиме онлайн где спикер рассказывает какие-то может быть технические моменты по работе с системой ну например кто-то не знает как кошелек где взять как зарегистрировать где найти хэш-транзакции как переводы осуществить как там какие-то вопросы решать как поменять криптовалюту на деньги в своей карточке то есть все эти моменты на школе рассказывают показывают таким образом повышают техническую финансовую криптовалютную в том числе грамотность участников третий момент это школа для индивидуальной подготовки операторов как я уже говорил некоторые участники системы берут на себя функции операторов а мы называли еще там десятники не операторы то есть оператор у него есть своя группа вот ну она часть системы но есть маленькая группа там 30 человек 40 50 60 может 70 у нее есть свой оператор и он координирует работу данной группы да это дополнительное обучение как это делать по каким условиям и так дальше то есть всему этому мы новых операторов обучаем а скажу что у нас была такая одна группа потом две три сейчас пять ну вот идем дальше четвертый пункт это работа над автоматизацией как я уже тоже говорил некоторые процессы они одинаковы они монотонные они стандартные они повторяются постоянно поэтому чтобы не тратил оператор 90 процентов своего времени на эти простые монотонные операции какие-то там записи пересчеты начисления то все это можно поручить роботам мы сейчас этим конкретно занимаемся внедряем разработали механизм работают программисты все это внедрим и для операторов и для простых участников это будет очень хорошая помощь и по споре это в плане системы то есть сюда еще добавлю что у нас вот есть лидерский совет он регулярно собирается по понедельникам мы ставим цели задачи перераспределяем какие-то назначения то есть идет конкретная работа по развитию клуба очень конкретно ребят двигаемся дальше по развитию немножко сказал в плане рекламы в плане рекламы делаем такие промо на английском немецком испанском для чего для того чтобы развивать систему у нас нет геопривязки вообще нет геопривязки вот буквально вся земля где есть только интернет там наша система может быть полезна ну в планах планах то что мы мы себе планируем да мы иногда меняем какой-то маркетинг может быть меняем условия меняем процентов для чего подстраиваемся или адаптируемся под текущие условия под рынок я вот даже скажу под временной фактор там летом одна ситуация зимой другая там еще какие-то какие-то акции проводим какие-то конкурсы для чего во-первых стимулируем систему во-вторых учитываем внешние факторы какие-то да и для чего чтобы система оставалась гибкой и надежной финансовая стабильность это прежде всего чтобы люди постоянно они были уверены что они вот оказали помощь через месяц им окажут помощь и они будут дальше работать это основной это такой основополагающий камень можно сказать нашей политики ну тогда вопрос к вам друзья чтобы вы подключались и вопрос почему сейчас ответом служит встречный вопрос а когда вы хотите вот есть набор ответов то есть нужно вам дождаться вот одного из вот этих факторов которых у вас на экране чтобы вы могли подключиться к системе или лучше их не ждать подключиться просто сейчас но ответ очевиден лучше это сделать сейчас что вам нужно сделать вам нужно первое принять решение если вам наш клуб понравился если перспектива зарабатывать 40 процентов в месяц вам подходит то вы приняли решение все я хочу следующий шаг что вы должны делать вы говорите об этом человеку который вас пригласил сюда в наш клуб есть ли такого человека нет то есть вы как-то случайно попали на какую-то рекламу вы сюда зашли то пожалуйста вы можете написать мне можете написать любому другому оператору что я хочу в эту систему вам дадут специальный шаблон заявочки вы его заполняете там просто ваши данные имя фамилия электронный адрес номер кошелька и на какую сумму вы хотите оказать помощь все отправляете этому оператору он вас регистрирует все вы уже в системе вы присоединились в команду вам дадут еще ссылочку на группу чтобы вы подключились чтобы были в курсе дела и вы будете готовы оказать помощь через какой-то там промежуток времени день-два-три может неделька оператор вам дает заявочку чтобы вы оказали помощь вы оказываете помощь другому человеку и будете готовы начинать получать помощь через примерно месяц все простейший алгоритм ребят простейший алгоритм тогда у меня все я благодарю за внимание презентацию выключаю и если вы хотите какой-то у вас есть вопрос удовольствием отвечу друзья так сейчас я микрофоны я никому не выключал всем спасибо сегодня все было отлично поэтому если есть вопрос можно поднять руку электронным способом или просто включить микрофон задать вопрос буду рад ответить пока вопросов нет ну что же будем считать что было всем все весьма понятно да хорошо друзья тогда я презентацию завершаю сейчас останавливаем запись я просто это дешево